Это та самая стоматологическая клиника, в которой 22 февраля прошлого года полуторагодовалому Семену Арзамасову сделали роковой укол анестетика. Через несколько минут после укола медики обнаружили, что состояние здоровья ребенка ухудшилось. Они приступили к реанимации. Каретой скорой помощи маленького Семена доставили в больницу. Однако, несмотря на усилия врачей, в реанимационном отделении мальчик скончался. Он похоронен в России, в Омской области. Прокурор зачитал обвинение. Вам понятна сущность обвинения? Желаете ли вы сообщить суду свое отношение к обвинению? Вину признаете или нет? Расследование этого резонансного дела продолжалось около года. Сегодня проходит заседание суда. На скамье подсудимых врач-анестезиолог. Она обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, а также в том, что использовала незарегистрированные лекарственные средства. Заранее самостоятельно, не ставя в известность руководства клиники и врача-стоматолога Васильичка, приготовила 4 шприца с лекарственными препаратами, среди которых имелись незаконно приобретенные на умные нелицензированные медицинские препараты Калипсо и Блюзипан, не находившиеся на балансе клиники, запрещенные к применению по возрасту детям до 3 лет. Первый шприц был Калипсо, второй шприц Антропин, третий шприц Блюзипан, четвертый прокол. По версии следствия, уже через несколько минут состояние здоровья мальчика ухудшилось. Врач ввела дополнительные лекарства, которые стабилизировали состояние. Несмотря на проявившиеся осложнения, при проведении анестезиологического пособия, которое квалифицируется как критическое анестезиологическое происшествие, врач-аннестезиолог, проявив преступную самонабезность и решив, что медицинскую помощь пациенту окажет без причинения вреда здоровью, неоднократно относя к своим обязанностям, не прекратила анестезию, не ввела пациента из наркотического сна, не провела кардиореспирацию, поддержку до полной стабилизации жизненно важных функций организма пациента Арзамасова самостоятельно. Не прислушиваясь к мнению коллег, сомневавшись о необходимости продолжения лечения, убедив их в том, проявившиеся осложнения у Арзамасова незначительны, разрешила врачу-стоматологу Василечко продолжить стомологическое лечение. В ходе заседания защитники обвиняемой заявили ряд ходатайств и поставили под сомнение заключение экспертов. Судя Арган Кутышев оставил ходатайства открытыми, поскольку слушания только начались. Стоит отметить, что подсудимая, до этого отрицавшая свою вину, частично ее признала. Врач заявила, что мама ребенка сообщила ей о наличии аллергии, но пищевой аллергии. Об аллергии на лекарства, по всей видимости, не знал никто. На сегодняшний день не делаются пробы кожные, тем более ни на какой препарат из наркозного ряда. В аннотациях к препаратам нету нигде сказано, чтобы делать кожные пробы или вообще пробы на препараты. Это не только в Казахстане, это во всем мире. И в мои обязанности не входило проводить то, чего вообще не обязан никто в мире делать. Анестезиолог, гинеколог, хирург не должен делать пробы на живом организме. Если делаются пробы, то только в одном случае, если есть лекарственная гиперчувствительность. В этом случае, я согласна, необходимо было бы посылать. Но мама не указывала. Ее не было. Судебные заседания только начались. Мы будем держать вас в курсе событий. Между тем, дело о смерти второго ребенка, 13-летней женцей Омаровой из Жасказгана, еще находится в производстве следователя и пока не передано в суд. Адвокат семьи Омары выходотайствовал об объединении двух дел в одно. Однако суд счел это нецелесообразным. Андрей Танаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.